Приветствую вас, и, наверное, вы согласитесь с тем, что у того обстоятельства, которое вы амбицироваете, то есть у этой встречи, вашей встречи с другими мужчинами, есть определенная эмоциональная окраска. Что это значит? Это значит, что вы встретились с этим мужчиной, находясь в определенном эмоциональном состоянии и ощущая, что немаловажно, определенную потребность, ощущая вообще определенные потребности. И сейчас, когда вы, скажем так, думаете об этом мужчине, вы понимаете, что вы любите своего мужа. Вы это знаете, вы отдаёте себе в этом отсчёт, в том, что вы любите своего мужа. Но другой мужчина, он не имеет никакого отношения к любви. Мужчина не имеет никакого отношения к каким-то чувствам, важным чувствам к нему. Мужчина для вас – это определенный символ. Мужчина для вас – это определенный символ ваших желаний. Мужчина для вас – это определенный символ того, в чём у вас есть потребность. И вот об этом, о данной потребности и нужно с вами разговаривать. То есть, что это всё означает? Означает это лишь то, что для вас мужчина, который засел у вас в голове, чисто на ассоциативном уровне, ассоциируется с тем-то тем, что вам нужно, с чем-то таким, в чём вы нуждаетесь и так далее. И вот, до тех пор, пока мы с вами, не поймём, ну или не обязательно мы с вами, может быть, в частности вы, не будете отдавать себе от счёта в том, какую именно потребность мужчина для вас собой представляет, до этих пор вы будете испытывать это самое новождение. Почему? Потому что у вас есть определенные, определенные неудовлетворённости с чем-то. А мужчина – это символ. Для вас мужчина, мужчина – это символ. Символ того, чего вы бы хотели. И вот нужно понять, чего вы хотите. Далее, вы своего мужчину, своего мужа, конечно же, любите. В этом никто не занимается. Но, давайте подумаем так. А что ваш муж мог бы не давать вам такого, в чём бы вы, скажем так, нуждались? Что ваш муж мог бы дать вам, если бы захотел, но он по, видимо, одному ему известной причине, да, этого не хочет. И вот в этом во всём и кроется корень проблемы. Именно в том, что у вас есть определенная степень неудовлетворённости, ну, скажем так, может быть, с собой, может быть, отношениями с мужем, может быть, чем-то ещё. Но, так или иначе, всё это, конечно же, связано исключительно с вашей семейной жизнью. А мужчина что сделал? Вот другой мужчина, о котором вы постоянно думаете. Мужчина, то он на самом деле всего лишь показал вам, что то, чего вы хотите, то, в чём вы нуждаетесь, то, что вам важно, нужно, то, в чём вы нуждаетесь, вполне себе осуществляет стрима. только для этого нужно просто протянуть руку. И вы, как человек, который вкусил каких-то желаний, да, теперь испытываете неудовлетворённость, потому что вы слегка попробовали, неудовлетворённость. Но вам же хочется безусловно ещё вот об этом и нужно с вами разговаривать. О том, какова неудовлетворённость того, что вы как бы испытываете с вашим мужем. И вот тогда, когда эти неудовлетворённые желания будут выявлены, вы их увидите, вы будете отдавать себе отсчёт в том, что они у вас есть и они нуждаются, скажем так, в некоторых поступках, некоторых действиях, для того, чтобы быть удовлетворёнными. Когда вы сами для себя это поймёте и увидите, вот тогда будет разрешена проблема вашего навождения по отношению к мужчине. потому, потому что наваждение взяться-то будет неоткуда, ведь вы будете и так полностью удовлетворены во всём, что вам будет хотеться. И тогда наваждение, как это ни парадоксально, уйдёт. на этом можно закончить ответ на ваш вопрос. Мне бы хотелось сказать, что если говорить именно о молитвах, каких-то молитвах, да, то это, я думаю, не к нам, потому что всё-таки за молитвы отвечают священники. Мы всё-таки священниками не являемся, а мы являемся психологами. Психология это, вообще-то говоря, наука, и мы при всём желании не можем посоветовать вам, лично я точно не могу, посоветовать вам какую-нибудь молитв. Но я думаю, что если у вас есть такое желание, если у вас есть желание именно помолиться, то давайте тогда вы обратитесь в церковь, к священнику, который, я думаю, с радостью поможет вам в решении вашей проблемы. Вы можете воспользоваться теми средствами, которые предоставил вам я, и попробовать решить свою проблему, вашу проблему, самостоятельно, без вмешательства, например, вашего мужа, или без доведения вот того, что с вами сейчас происходит, до некого абсурда, потому что ведь ваше наложение это потребность, как мы уже сказали. и если эту потребность должным образом не удовлетворить, она будет копиться, 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 и у вас вполне может быть просто-напросто срыв. Не обязательно это будет нервный срыв, то есть никто не говорит сейчас о том, что с вами произойдет что-то именно плохое, откровенно негативное, но вы можете держаться, вы можете спротивляться тому, в чем вы на данный момент нуждаетесь, но придет время и вы скажем так дадите где-то слабину, особенно если не будете знать в чем именно заключаются ваши желания, и вот тогда как раз и наступит то самое, о чем вы потом будете жалеть. Потому что есть вещи, которые к сожалению никак не получится при всем желании вернуть назад. Если вы совершите что-то плохое, о чем потом будете сожалеть, то это будет гораздо хуже. Будет полезнее, правильнее и лучшее, если вы ваши желания сами найдете, то есть говоря сами, я имею ввиду не преследуя определенную цель, любой ценой их удовлетворить. и тогда у вас появится возможность сохранить брак со своим мужем, не портить его, чтобы не разрушать вашу семью. И в то же время быть счастливой так, чтобы полностью отвечать вашим потребностям, которые, безусловно, достойны того, чтобы на них обратить внимание. А сейчас они как будто бы говорят вам о том, что вы про них забыли. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!